Сразу после открывания заслонки начинает высыпаться песок с массовым расходом в минуту. Рассказать о педагоге или наставнике, который много для тебя значит, снять о нем двухминутный видеоролик. Финальное испытание конкурса ученик года хоть и было непростым, но участники с ним блестяще справились. Илья Лобачев представил на суд жюри ролик о своем преподавателе физике. Фишка видео юноши считает участие в нем одноклассников наставника и бывшего воспитанника, который сейчас учится в МГУ. Честно говоря, само участие в конкурсе не было моей личной идеей, то есть мне его просто предложили. Сразу появилась довольно тяжелая мысль, что будет непросто, потому что так вышло, что 15-й лицей практически всегда забирает первые места. И, соответственно, требования были высокие. Илья с непростой задачей справился, упрочив лидерство лицея номер 15 в этом конкурсе. Помимо видео-визитки, ребят ждало еще два испытания – «Я ученый» и «Я эрудит». Заранее ребята готовили презентацию о себе в контексте «Я ученый», а в режиме реального времени ответили на 10 вопросов викторины, связанных как с наукой, так и с историей Сарова. Городской конкурс «Ученик года» проходил в этом году восьмой раз. И второй год именно в дистанционном формате. Но, тем не менее, от этого он не утратил своей актуальности, своей креативности, своей, вы знаете, вот такой остроты, потому что действительно те ученики, дети, которые участвуют в этом конкурсе, они действительно настоящие лидеры. Церемония награждения победителей и призеров прошла в теплой дружеской атмосфере. Дипломы и ценные подарки старшеклассникам вручила директор ДДТ Светлана Калипанова, еще раз отметив способности, достижения и отличные материалы, которые подготовили финалисты. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.